Если Библию у вас с собой, откройте 9 главу послания евреям. Евреям 9. Сегодня я буду довольно жестко выступать против религии. Очень жестко. Очень жестко. Аминь. Поэтому вам придется углубиться в Слово, чтобы вы сами увидели, из чего мы исходим. И я думаю, что это на самом деле будет для вас большим благословением. Сейчас я начинаю небольшую серию проповедей о двух служениях Иисуса Христа. Тема «Два служения Иисуса Христа». Это особенно важно, когда вы читаете Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Анны. Часто люди не понимают, зачем пришел Иисус. И если они не осознают цели Его прихода, у них нет понимания, к какой аудитории Он обращался. Они в итоге не улавливают связи. Думаю, я начну с такого примера. Вы, наверное, заметили, что в последнее время все стали снимать кино в 3D и делать ремейки старых фильмов в 3D. И я помню, когда я в первый раз посмотрел кино в 3D, и мне не понравилось. У меня разболелась голова от этих маленьких пластмассовых очечков. Вообще-то это были картонные очки. Это сейчас их стали делать из пластика. Я так думаю. Потому что с тех пор я больше не смотрел кино в 3D. И вот я надел эти очечки. И знаете, с тех пор технологии, возможно, сильно усовершенствовались, но первый фильм, который я увидел в 3D, он просто того не стоил. И я сказал, что больше не пойду. Еще раз я просто не высяжу. Но я помню, как в какой-то момент я снял очки, и без очков это было вообще ужасно. На экране творилось непонятно что. Но когда я снова надел очки, все стал видеть по-другому. То же самое будет и с Евангелиями. Если вы попытаетесь посмотреть на них без этих трехмерных очков, у вас ничего не будет выстраиваться в целостную картину. Вы будете видеть только какие-то перепутанные обрывки. И ясность придет только когда у вас появятся очки, которые помогут вам увидеть все так, как было изначально задумано. А теперь мы с вами отправимся в небольшое путешествие. И мне хочется, чтобы вы узнали все то, что должны были понять, читая Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Думаю, вы получите большое благословение от нашей сегодняшней темы «Два служения Иисуса Христа». Узнаете, что Он пришел сделать. Событие, которое открыло путь для нового Божьего Завета, это то, о чем мы говорили все это время. Новый путь, Новый Завет. Что за событие открывает эру Нового Завета? Каким событием открывается эта эра Нового Завета? Смерть Христа вводит в действие Новый Завет. Пожалуйста, послушайте внимательно. Новый Завет начался не с рождения Христа. Эра Нового Завета началась с его смерти. На самом деле, давайте я кое-что покажу вам. И еще раз хочу сказать, что не рождение Иисуса открывает эру Нового Завета. Смерть Иисуса Христа начинает эру Нового Завета. Сейчас вы сами увидите, почему это так важно. Но позвольте я вам покажу место Писания, Евреям 9.16. Здесь говорится, «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови?» А теперь послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. В расширенном переводе, Евреям 9.16, здесь говорится. «Ибо где завещание? Последняя воля и завет, там необходимо, чтобы последовала, была установлена смерть сделавшего его завещателя, потому что завещание становится действительным только после смерти завещателя, поскольку оно не имеет силы или законы власти, пока завещатель, сделавший его жив». Хорошо. Я еще раз говорю вам, что именно смерть Иисуса Христа, а не его рождение, знаменует вступление в силу Нового Завета и наступление новозаветной эры. Итак, Иисус родился. Это просто удивительно. Иисус родился от женщины под законом. И служил он тем, кто еще находился под законом. А сейчас все еще раз послушайте, что я только что сказал. Иисус родился от жены. Ладно, пусть это скажет вам само Писание. Давайте обратимся к 4 главе послания Галатам. И знаете, почему тут необходима такая точность? Потому что, когда говоришь то, что идет вразрез с тем, что привычно повторяется по традиции, с традиционными религиозными убеждениями, если не показывать это и не показывать предельно ясно, люди просто скажут, «Ах, я такого никогда не слышал» и с этим не согласен. И отключается. А это вам не нужно. Галатам, глава 4. Рассмотрим стихи 4-5. Давайте прочитаем вместе вслух. Готовы? Читаем. В расширенном переводе Библия говорит, «Но когда пришло во всей полноте нужное время, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинялся закону». Итак, Иисус и родился под законом и служил людям, находившимся под законом. Так что вы должны понимать контекст. Когда Иисус появляется в Евангелии от Матфея, Он приходит как пророк под законом и обращается к людям, находящимся под законом. И это важно, потому что это означает, что новозаветная эра еще не началась. «С рождением младенца Христа». Позвольте кое-что показать. Найдите, пожалуйста, первую главу Евангелия от Матфея. Матфея, первая глава. Когда откройте ее, скажите «Аминь». Нашли? Отлично. Вот эта страница слева от первой главы Евангелия от Матфея. Прочитайте. И что там написано? Новый Завет, верно? Хорошо, теперь я что-то сделаю. Вы же знаете, это моя собственная Библия. Я собираюсь кое-что вам наглядно продемонстрировать. И хочу, чтобы эта иллюстрация не пропала даром. Вследствие того, что я вам сейчас сказал, «Она мне не нужна, потому что Новый Завет начинается не отсюда. Новый Завет начинается не с его рождения. Матфей, Марк, Лука и Иоанн еще относятся к эпохе закона». Некоторые из вас до сих пор не могут прийти в себя от того, что я только что вырвал страницу. Когда я это делал, это мне не нужно. Если бы я сейчас захотел поставить ее на место, конечно, она помялась, я нашел бы место, где он умер. Когда я нашел бы место, где говорится о его смерти, я вставил бы туда эту страницу, и с этого момента начался бы Новый Завет. Новый Завет начался не сразу после событий из книги пророка Малахии. Он не начался с рождения Иисуса. Он начался после его смерти. Поэтому нам нужно посмотреть сюда. И давайте я задам вам пару вопросов. Хочу, чтобы вы подумали над ними. Новый Завет действительно начинается с первой главы Евангелия от Матфея. Вы так не уверены отвечать, и после того, что я вам сейчас показал. После того, как я вырвал из своей Библии целую страницу. Новозаветная эпоха начинается с младенца Христа в яслях? Почему она не могла начинаться с младенца Христа в яслях? Потому что он был еще жив. А завещание — это последняя воля. не имеет силы, пока завещатель жив. А? Он умер в самой первой главе Евангелия от Матфея сразу после Малахии? Так что начало Нового Завета не здесь. Он начался не отсюда. Дальше я буду говорить с вами о том, что я называю великим переломом. И если вы поймете, о чем я говорю, вы уразумеете что-то такое, о чем очень многие вообще никогда не задумывались. И вы сможете надеть стереоочки и увидеть все в цвете, как и было задумано. Аминь. Итак, Иисус родился под законом, и все люди, которые Его окружали, оставались под законом. Давайте еще раз прочитаем послание к Галатам. Еще раз Галатам 4 главу. Это очень и очень важно. Галатам 4 стих 4. Я прочитаю из расширенного перевода. Галатам 4, 4, 5. Но когда пришло во всей полноте нужное время, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины. Аминь. Подчинился закону, то есть родился под властным его установлением, чтобы искупить, выкупить, заплатить за свободу подзаконных, подвластных закону. Когда родился Иисус, люди были под законом, и все, кто Его окружал, еще были под законом. И вот Иисус родился под законом, и люди, окружавшие Его, были под законом, так что новый Божий путь еще не был открыт. Это произошло 33-мя годами позже, после смерти Иисуса, когда в силу вступил Новый Завет. Как вы видели в 9 главе послания евреям, Христу надо было умереть, прежде чем Новый Завет начал действовать, спустя 33 года после Его рождения. Итак, эра Нового Завета началась на самом деле не с рождения, а со смерти Иисуса. Скажите, эра Нового Завета началась не с рождения, а со смерти Иисуса. А теперь, истина о кресте, это тот самый великий перелом от конца закона к началу Нового Завета. Это тот великий перелом, когда закончился закон с его смертью. И начался Новый Завет. И в свете этого великого перелома, креста, как нам теперь понимать учение Иисуса Христа? Как мы понимаем все, чему Он учил в Евангелии Христа Матфея от Марка, от Луки? И, конечно, это в целом все та же история, но теперь с иной точки зрения. Как нам оценивать Его учение? Учитывая, что Он родился под законом, и что Он обращался к людям, которые уже были связаны узами закона, как нам принимать и понимать то, что Он говорил? На протяжении Своего служения Иисус сконцентрировался на двух очень конкретных аспектах. На протяжении всего Своего земного служения, как мы можем увидеть в Евангелиях, Он был сосредоточен на двух очень конкретных аспектах. Это звучит довольно странно, но я сначала скажу вам о втором служении Христа и только потом о первом. Иисус сосредоточился на двух служениях. Второе служение Христа заключалось в пророчестве о Новом Завете. Оно пророчески возвещало о том новом, что должно прийти, о новом пути, свободном от религиозных правил и установлений. Он говорил о системе, основанной на благодати, где мы можем называть Бога Аваочи, Папочка. И Он первым начал говорить об этом. Итак, второе служение, которое вы увидите в Евангелиях, это когда Иисус пророчески возвещает приход Нового Завета, этого нового пути. Второе служение включало такие понятия, как свет, любовь и новая жизнь. И Он говорил об этом. Он говорил о свете, о любви, говорил о новой жизни. Но мы не можем игнорировать первое служение Христа в Евангелиях. Итак, первое служение, дорогие мои, заключалось в том, чтобы просветить всех окружавших Его людей, просветить их о том, в чем и с чем Он родился, об истинном духе закона. Просветить этих людей, которые жили под законом, об истинном духе закона. И уж тут Он обращался с ними отнюдь не как добрый Спайдер-мен, живущий по соседству. Это была тяжелая артиллерия. Итак, вот два служения Иисуса Христа. Два служения Христа. Первое. Пророчески возвестить новый путь, эру Нового Завета, говоря о свете и о любви. Второе. Просветить живущих под законом об истинном духе закона. Чтобы те, кто жил под законом, поняли, что цель закона довести человека до предела его собственных возможностей. Чтобы он мог понять, что нуждается в Спасителе и не может соблюсти закон сам. Поэтому сегодня я хочу остановиться, и мы уже немного затрагивали это в других темах, на проповеди Христа из пятой главы Евангелия от Матфея. Давайте перейдем к пятой главе от Матфея и посмотрим, что он проповедовал. Посмотрим, что он говорил. И мне бы хотелось, чтобы вы увидели то, о чем я вам сейчас говорил. Это твердая пища, друзья. И это то, что нужно усвоить. Во-первых, Иисус родился под законом, и это истина, о которой мы почти забыли. Необходимо знать, что Иисус родился под законом, и что люди, которым он служил, тоже были под законом. Необходимо понять, что Новый Завет не начался с первой главы Евангелия от Матфея. Он начался не с рождения Иисуса, а с его смерти. Вот сейчас вы все это слышите. А кто-то в это время говорит, а нам-то что до этого? Если у нас нет понимания этого перелома, мы можем в итоге неправильно истолковать очень многие слова Христа, и это будет нас связывать. Если мы слышим, что он говорил людям, которые были под законом, но не понимаем, чего он хотел этим достичь. В конце этой серии проповедей вы увидите, что Иисус кого-то огорчил, а кого-то разозлил. Задание выполнено. Но это совсем не то, что мы привыкли всю жизнь слышать с церковной кафедры. Итак, давайте обратимся к пятой главе Евангелия от Матфея. Послушайте, я не хочу быть излишне придирчив, но это моя цель на данный момент. Простите, я вовсе не пытаюсь усложнить или создавать вам проблемы. Я только хочу, чтобы вы понимали, когда мы уверовали и спаслись, мы многого не получили. Зато набрались религиозности, в силу которой мы сегодня, возможно, живем вот так. И я посвятил оставшуюся жизнь тому, чтобы учить Евангелию благодати до пришествия Христа. И не думаю, что потеряю так уж много друзей. Думаю, я гораздо больше приобрету. И если я на минуту потеряю вас, вы потом вернетесь. И я вас приму с распростертыми объятиями. Но учить об этом необходимо. Всякий раз, когда действуешь в апостольском помазании, Бог будет призывать разгребать мусорные свалки и заниматься тем, чем не очень-то любят заниматься другие люди на этой земле. Вот почему я прошел через то, через что мне пришлось пройти, когда я начал учить о вере. Помню, когда Бог призвал меня проповедовать против расизма в теле Христовом. Когда Бог призвал меня проповедовать о процветании. Все это была подготовка к тому, что происходит здесь, Я в этом абсолютно уверен, потому что моя жизнь изменилась навсегда. Я даже не говорю о том, что произошло в церкви или в вашей жизни. Моя собственная жизнь никогда не будет прежней. Я так сильно люблю Иисуса. Вы понимаете, о чем я говорю? Я так сильно люблю Иисуса, что я теперь свободен от всего того, что когда-то было проблемой в моей жизни. Я так сильно люблю Христа, я так сильно люблю народ Божий, и, как я уже сказал, я не собираюсь списывать никого из вас со счетов. Я собираюсь добиться того, чтобы были у Господа вы на хорошем счету. Это не мое дело сидеть тут и говорить, что вы что-то не можете, и у вас ничего не получится. Нет. Мое дело сказать вам, что у вас все получится. Вставайте. Хватит себя жалеть. Отряхнитесь и пойдемте. У нас есть дело. Давайте, вы можете. У нас есть Божья благодать. И я не могу ждать вообще-то. Я могу ждать, но мне так хочется, чтобы поскорее пришло время, когда я смогу ближе и откровеннее поговорить с вами о силе Божьей благодати в моей жизни. О том, что если бы не Божья благодать, не знаю, что было бы со мной. Но сила Божья, знаете, когда говорится, что сила его совершается в твоей немощи. Знаете, благодать Божья приходит, когда вам больше некуда податься, когда вы дошли до той точки, где что и как ты делаешь уже не имеет абсолютно никакого значения. Когда вы уже испробовали все известные вам способы, и ничего так и не изменилось. И вот тогда ты, как Авраам, говоришь, знаешь, Господи, покажи мне, что ты, Бог всемогущий, в тех сферах, где я просто не знаю, как быть. И тогда Он является и делает это. То есть вы зашли в тупик. Может быть, за неделю или за месяц ничего не изменится, но не сдавайтесь, потому что я вам говорю, я не знаю, насколько медленно это может быть, но поворот происходит. Все сейчас меняется. Вы не будете как тот человек из купальни в Вефезде, который говорил, что «Ах, Господи, никто не отнесет меня туда. Ох, Иисус, они все лезут вперед меня». Нет, мы не будем искать оправдания своему нынешнему положению. Несколько лет назад я слышал, как говорила Джойс Майер, если бы этот человек хоть как-то пошевелился, к концу года он был бы уже ближе к воде. Если бы он просто перестал жаловаться и начал хоть немного шевелиться. И вот что я вам скажу. Некоторые из вас, мои дорогие, я не знаю, когда все изменится, но вы начните как-то шевелиться. Просто начните шевелиться. Пошевелите хоть пальцем на ноге, что ли. Просто не сдавайтесь. И верьте, что его благодать и довольна, через что бы вы не проходили сейчас. Скажу вам, я сегодня очень воодушевлен. Его благодать и достаточно, через что бы вы не проходили. Аминь. Вот и хорошо, теперь мы почти готовы к тому, что я собираюсь сделать. Вы готовы? Евангелие от Матфея 5, 21. Здесь Иисус говорил что-то очень и очень интересное. Очень интересные слова. Давайте рассмотрим 21 стих. Мы будем разбирать весь отрывок до 48 стиха. Давайте все вместе хором прочитаем стих 21. А вообще-то давайте начнем с 20 стиха. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вообще, давайте начнем со стиха 17. Если вы не возражаете, давайте будем читать оттуда. Я хочу, чтобы у вас сложилась как можно более полная картина. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но... Что сделать? Что сделать? Что сделать? Он будет его разрушать? А что он с ним сделает? Он сделает то, что не удастся сделать больше никому, кроме него. Аллилуйя. Хорошо. Читаем 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йотань или ни одна черта не придет из закона». Хорошо. Итак, закон останется, но мы с вами узнали, что это не для христиан. Но он по-прежнему будет воспитывать людей, которые не рождены свыше. И как говорится в стихе 18, «Доколе не придет небо и земля». Небо и земля исчезли? Так что он остается, но согласно посланию к римлянам, 10.4, как вы знаете, мы те, кто во Христе, не имеем больше отношения к закону. Мы оправданы, объявлены праведными и больше не имеем дела с законом. Стих 20. 19? Мы не читали 19? Готовы? «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Итак, здесь как раз и происходит великий перелом. Вот где нам пригодятся стерячки. Если читать это без очков, у вас все перепутается. Если вы будете читать то, что он тут сказал без очков, Иисус родился под законом и обращается к людям, находящимся под законом, так? Смотрите, что он тут сказал. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших?» Как мы все знаем из нашей темы о законе, они не только нарушали какую-то одну из заповедей. Закон был дан им не для того, чтобы они соблюдали хоть одну. Он не был дан, чтобы они соблюдали все заповеди, я знаю. Но в послании Якова говорится, если ты согрешил в чем-нибудь одном, то становишься виновным во всем. Зачем тогда вообще об этом говорить? Вспомним о его втором служении. Оно в том, чтобы показать вам истинный дух, который стоит за законом. Вообще-то оно первое. Знаете, их всего два. Поэтому первое и второе — большой разницы нет. Давайте скажем, что его первое служение заключалось в пророчестве о Новом Завете, а второе в том, чтобы показать истинный дух, который стоит за законом. Вот что намерен сделать Иисус в этой проповеди. Он готовится показать истинный дух, который стоит за законом. Не забывайте, что Он говорит с людьми, находящимися под законом, которые думают, что они могут соблюсти Его. А цель закона — довести человека до точки, показать ему, что он не смог соблюсти закон, чтобы взволновать его, огорчить и вызвать чувство вины. А это приведет к осознанию, что он нуждается во Христе. И Иисус намеревается показать этот истинный дух закона. Хорошо. Стих 20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это пророчество. Итак, моя праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. Так о чем он тут говорит? Праведность книжников и фарисеев полностью основывалась на их делах, так? Она достигалась только своими силами. Так что он говорит, если вы все будете делать то же, что они, ваша праведность не превзойдет их праведности. Если все, что вы будете делать, это пытаться оправдаться своими силами. И здесь он начинает пророчески возвещать пришествие этого Нового Завета. Он начинает говорить о том, что будет такая праведность, которая приходит не от дел, а по вере в Иисуса Христа. И она-то и превзойдет праведность фарисеев. Но посмотрите, что он тут сказал. Он сказал, невозможно войти в Царство Божье, пытаясь оправдаться делами и стать праведными своими силами. Итак, здесь мы видим, что он намеревается кое-что сделать. Во-первых, он пророчески говорит о чем-то новом, что должно произойти в Новом Завете. А во-вторых, он собирается проповедовать об истинном духе закона тем, кто живет под законом. Хорошо. Стих 21. Я уверен, что все они чувствовали себя вполне нормально, примерно так. Мне нечего бояться суда, потому что вы слышали сказано, что кто убьет, тот подлежит суду. «А я никого не убил». Но смотрите, что Иисус говорит в стихе 22. «А я говорю вам, в отличие от того, что вы слышали. Я говорю вам, и вот теперь лучший учитель закона, единственный, кто его полностью исполнил, единственный, кто знает его истинный дух и его предназначение. Теперь-то он максимально все прояснит». И в стихе 22 его слова. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной». Когда я слышал про убийство, это меня не волновало. А тут вдруг ты говоришь такое. «Как это не гневаться на брата своего? Что мне делать? Разве у гнева есть выключатель? Ну как я это смогу? Как? Итак, теперь у нас появилась проблема. Это уже не смешно. Кто может так жить? У кого есть братья или сёстры? Хорошо, кто из вас никогда на них не злился? Это невозможно. Он говорит, что если вы когда-нибудь злились на брата, то совершили убийство. Вот что он пытается им показать. Так невозможно жить. Стих 23. «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Теперь он говорит им о жертвеннике. Конечно, мы знаем, что принесение жертвы на жертвеннике — это единственный способ обрести благословение, потому что иначе всё, о чём он здесь только что говорил, не будет работать. Стих 25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. А теперь он переходит к следующей части своей проповеди. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». Я убеждён, что в этом вопросе они чувствовали себя вполне уверенно. Стих 28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Что? Вы хотите сказать даже пару секунд? Да как вообще такое возможно? Видите, пока мы говорили о прелюбодеянии, всё было прекрасно, но вот он максимально всё прояснил. Да ну, это что, серьёзно? Да кто вообще на такое способен? Смотрите. Дальше он говорит. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену». Теперь он говорит об аде, о гиене огненной. Итак, он говорит, что если глаз твой тебя соблазняет, его надо вырвать, потому что если ты его не вырвешь, ты весь пойдёшь в ад. Если твой глаз тебя соблазняет, и ты не можешь с этим собладать, то лучше, говорит он, тебе остаться без глаза, чем целиком отправиться в ад. Вот это уже страшно. Вырвать глаз. Видите, что он делает? Он обращается к тем, кто живёт под законом, и говорит, «Ваши глаза вас соблазняют. Вы говорите, что исполняете закон. Так почему у вас есть глаза? Если вы не вырвете соблазняющие вас глаза, то пойдёте в ад. Согласно закону. И совершенно неуместно спрашивать, «Иисус, где же тут любовь?» Он говорит, «Как надо, по закону». По закону вам нужно вырвать себе глаз, и по закону вы должны пойти в ад, если с этим не разберётесь. Такая вот у него проповедь. Вот такая проповедь. Представьте, что я стою здесь одним воскресным утром. Не знаю, может, я уже и проповедовал когда-нибудь на эту тему в воскресенье. Потому что я всегда думал, если дело обстоит так, неужели мне надо вырвать глаз? Потому что в студенческие годы я соблазнялся. Что вы так смотрите? Я глазел, глазел и думал, «Ух ты! Какое чудесное Божье творение!» То есть я был виновен. Это не была какая-то беспредельная похоть, но получается достаточно и пары секунд. «Ого, я пойду в ад!» Или «Мне надо вырвать себе глаз». Если это правда, и вы верите, что сегодня в церкви вы должны делать то, что он здесь сказал, тогда вырвите себе глаз. «Или пойдете в ад!» Господи, как это тяжело! Тридцатый стих. «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Теперь он говорит, что надо отсечь руку, вырвать глаз и отсечь руку. Что же нам теперь с этим делать? И это называется Новый Завет? Да такой завет мне и даром не нужен. Вы со мной? Стих тридцать первый. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Так говорит закон. Я видел людей, которые сегодня пытаются применить это в своей жизни. Когда я только начал служение и переехал сюда, мой офис был вон там. Мне позвонила одна женщина и сказала, «Преподобный пастор Доллар, мой муж бросил меня 15 лет назад. И я остаюсь безбрачный, потому что в Библии сказано, что если я выйду замуж, то совершу прелюбодеяние». И я ей стал объяснять, что по благодати, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Он сказал, «Вы хотите сказать, что я…» «Вы можете выйти замуж». И услышал гудок. Она даже не попрощалась. Он говорил с людьми, живущими по закону. Он сам родился под законом. И все это о законе. 33 стих. «Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, «Не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Теперь мы все умрём. Но да, будет слово ваше «да, да», «нет, нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Мне читали проповеди об этом. Мне читали проповеди об этом и загоняли меня в рабство. «Пусть твоё «да» будет «да», «нет», «нет». Но мне было ещё о чём подумать, кроме этого. И я чувствовал себя загнанным в угол. Я думал, я ведь стараюсь, как могу. Библия говорит. Иисус сказал. Да, я знаю, что Иисус сказал, но вам нужно понимать великий перелом. Хорошо. Вы слышали, что сказано «око за око» и «зуб за зуб». «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щёку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Скажите, когда начался Новый Завет? После смерти Иисуса. Так вот, как я уже говорил, закон добр. Видите, сколько в нем хорошего? Закон совершенен, закон свят. В нем нет ничего плохого. Проблема в том, что мы не можем весь его исполнить. Закон не обсуждается. Нельзя взять тут немного и там немного. Закон надо исполнять целиком, вплоть до мелочей. У вас не возникло в конце искушения сказать, «Ага, вот это я могу». Но так нельзя. Вот эту часть, любить врагов, и вот это, делать добро, это я могу исполнить. Нет, 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 так не пойдет. По закону, вы кроме того, что вам нравится, должны еще вырвать глаз и отсечь руку, потому что закон не обсуждается. Нельзя взять чуть-чуть там. Но я много лет вижу, как именно это делается в церкви. Мы взяли немножко отсюда. Ну ладно, так и быть, я подставлю тебе другую щепу, и все такое. Дай, аминь. Вот истинное смирение. А как насчет того, чтобы отсечь руку? Тут нельзя привередничать. Надо исполнять все полностью. Закон совершенен, а мы нет. И вот почему нам нужен Спаситель. Нужен Спаситель, чтобы Он нам это показал. Вот в чем проблема. Когда мы видим разделительную линию креста, не надо смягчать жесткое учение Иисуса, потому что вы чего только не слышали по этому поводу. Но знаете, тут говорится о духовном росте. Ах, знаете ли, вы должны понять, что Бог хочет, чтобы мы перешли на новый уровень послушания. И мы продолжаем искать эти религиозные оправдания, потому что не понимаем, что происходит. Он пытается показать, какой дух стоит за всем этим. Мы должны увидеть контекст, чтобы понять, что тут происходит. Родившийся под законом обращается к родившимся под законом и показывает им, какой дух стоит за законом. Если бы вы присутствовали на Нагорной проповеди... Послушайте. Если бы вы сидели там на проповеди и слышали все это, вы вышли бы оттуда со словами, «Слава Богу, я жду, не дождусь, чтобы мне отрезать руку». Или бы вышли сильно обеспокоенными. Вы бы беспокоились, потому что ваш глаз соблазнял вас, и руки вас соблазняли, и вы делали все то, о чем говорил Иисус, и вас бы это растревожило. Иисус прекрасно знал, что делает. Вот почему Он часто молчал, когда они суетились и болтали лишнее, потому что знал, «Я сейчас делаю именно то, что хочу сделать». «Показываю вам дух, который на самом деле за этим стоит, чтобы вы осознали, что закон дан вам, не для того, чтобы его соблюсти». А теперь послушайте. Еще раз обратите внимание на два служения Иисуса. Первое. «Осудить гордых, показав им недостижимый истинный дух закона». «Осудить гордых, показав им недостижимый истинный дух закона». Второе. «Принести Новый Завет». «Принести Новый Завет». Говоря о законе, Иисус постоянно упоминает Моисея, а вслед за этим повышает планку. «Вот так сказал Моисей, так сказал Моисей, а потом он поднимает планку выше того, что сказал Моисей. Зачем он это делает? Чтобы довести закон до абсурда, чтобы стало понятно, что соблюсти его невозможно. Через весь Новый Завет проходит. Так сказал Моисей. А я вам говорю. Он доводил все до такой степени остроты, чтобы все поняли, что исполнить его не получится. Как я люблю наших нынешних распрекрасных христиан, которые сами себя обманывают, когда думают, «Да, это я могу исполнить». И нарушают не успев дойти до машины. Не будьте как фарисеи, не думайте, что вам не нужен Спаситель. Тогда вы обманываетесь и полагаете, что способны до того, что, по словам Иисуса, невозможно. Я все время возвращаюсь в мыслях к одной иллюстрации, о которой я читал, к аналогии с Зимней Олимпиадой. Знаете, иногда лыжную трассу специально начинают с какого-нибудь трудного места. И вот Иисус пришел и сделал старт на трассе в таком опасном месте, где все ломали себе шею. А потом Он сам выходит на старт и успешно проходит его. Но гора остается на месте. И вам не подняться на нее, и не повторить то, что вам не под силу. Вот почему Он — великий победитель, чемпион. Потому что Он может то, на что был не способен никто из нас. Слава Богу. И меня это вполне устраивает. Смотрите, что Он сделал в этой проповеди. Одним велел лишить себя некоторых частей тела. Другим — продать все, что есть тому богатому молодому человеку. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Иди, продай все, что имеешь. И кто-нибудь сегодня в церкви, «Я сделаю, как Иисус сказал богатому молодому человеку, я пойду и продам все, что у меня есть». Нет, Иисус говорит, «Иди и продай все, что имеешь». Потому что хочет этим сказать, «Слушай, парень, ты хочешь жить по закону? Ладно. Тогда у тебя не должно быть никаких иных богов. Продавай все». Помните, каким Он ушел от него? Опечаленным. Он называл некоторых фарисеев змеями и ехиднами. И они уходили какие? Разгневанные. Скажи соседу, ты уйдешь опечаленный. Повернись к другому и скажи, ты уйдешь разгневанный. Обратите внимание, что заставляло их уйти прочь в таком эмоциональном состоянии. Его слова и их неспособность исполнить этот религиозный закон. Нам нужен Спаситель. Вам нужен Спаситель. Вам нужен Спаситель. Нам нужен Спаситель. Теперь, когда вы будете читать, я вас хочу воодушевить, перечитайте Евангелие. Не верьте мне на слово. Найдите те места, где Он пророчествует о новом, и те, где Он стремится показать истинный дух закона. И вы увидите служение Христа в Евангелиях. Даже когда дело дошло до креста, даже там Он как будто говорит, «Я творю все новое». В какой-то момент Он начал чуть ли не радоваться в своих страданиях. Мне это всегда было непонятно. Как Он мог радоваться во время страданий? Он что-то знал. Он знал, что будет дальше. Мы получили это новое. И я скажу вам, почему я сегодня решил учить на эту тему. Потому что кто-то разозлился на меня. Я сделал одно замечание. Я сказал, «Мы можем много узнать, найти в Евангелиях много принципов, особенно, когда Иисус говорит о новом. Много хороших принципов. Но для вас важнее хорошо понять, что там происходит перелом. А иначе вы можете выхватить что-нибудь такое, что предназначалось живущим под законом, вместо того, что нужно тем, кто живет по Новому Завету». И меня больше всего тревожит, когда я слышу, как люди говорят, «В Библии так сказано, Иисус говорил так». И я думаю, «Ну да, Он говорил о людях, находящихся под законом». Вот вам пример. Богатый молодой человек. Пришел к нему и спросил, «Учитель благой». Видите его? «Учитель благой». «Что мне делать, чтобы спастись?» Он верил, что уже и так спасен. «Что мне делать, чтобы спастись?» Если бы Иисус разговаривал с ним с позицией Нового Завета, как бы он ответил на этот вопрос? «Веруй в Меня, и спасешься». Но он говорил с юношей не с позицией Нового Завета. То спросил, «Учитель благой, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус сказал, «Ты называешь Меня благим, потому что благ один только Бог». А затем перечислил шесть заповедей. «Делай то, то, то и то». И богатый юноша сказал, «Все это Я сохранил от юности Моей». А теперь смотрите, что делает Иисус. Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И потом приходи и следуй за Мной. Будь как Я». И в Библии сказано, «Он же, смутившись, от всего слова отошел с печалью, потому что осознал, что нарушил первую заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Весь этот диалог ввелся с человеком, который был под законом, понимал закон, жил под законом. И что сделал Иисус с этим молодым человеком? Давай я покажу тебе, какой дух на самом деле стоит за законом. Покажу тебе, что совершенно невозможно его исполнить.